Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит, и наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на его руки свои, исцелил его. После всего события и прочее на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом «Диоскуры», зимовавшем на том острове и приплыв в Сиракузу, пробыли там три дня. Оттуда отплыв прибыли в Ригию. И, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путеол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлову позволено жить особо с воином, стеребущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им «Мужи и братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у Хесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали о тебе из иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать о тебе, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова «Хорошо, Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию, «Пойди к народу всему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои замкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И тогда будет вам известно, что спасение Божие, послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением, невозбранным. В сегодняшнем апостольском зачале мы слышали рассказ автора книги «Деяния» о том, как корабль, на котором святой апостол Павел сопровождался в Рим, после многих треволнений и бедствий добрался до острова Мелит, нишней Мальты. Жители указанного острова встретили весь экипаж корабля весьма радушно и даже специально разожгли костер, дабы промокшие плаватели смогли просохнуть. Однако, когда апостол Павел сидел у огня, ядовитая змея, видимо, находившаяся в ворохе дров, почувствовав жар огня, выползла и повисла на руке апостола. Увидев это, шители острова стали говорить друг другу, верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но апостол, к удивлению всех окружающих, спокойно стряхнул змею в огонь, не потерпев от нее никакого вреда. Рассуждая над этим происшествием, святой праведный Ян Кроштадский пишет, что пример святого апостола Павла – это очередное доказательство истинности и непреложности Слов Христа Спасителя, который некогда сказал «Будут брать змей, и если что смертоносные выпьют, не повредит им». Так, по замечанию святого, верному чаду Божию может быть покорна вся природа, и ничто не может ему навредить. Увидев, что Павел не пострадал от ядовитой змеи, жители острова сразу же применили свои взгляды. В их представлении апостол из великого грешника превратился чуть ли не в одного из богов их языческого пантеона. Услышав о столь чудном происшествии, приключившемся с апостолом Павлом, начальник острова по имени Публий пригласил его вместе с его учениками в свой дом, где весьма радушно их принимал на протяжении трех дней. В доме Публия находился его отец, страдавший горячкой и болью в животе, причем настолько сильной, что никто не мог его излечить. И тогда Павел, помолившись, исцелил страдальца. После этого чудесного исцеления, как гласит автор книги «Деяний», многие недужные жители Мелита приходили к апостолу и получали исцеление своих болезней. По словам святителя Иоанна Затууста, указанные исцеления, которыми Господь посетил жителей острова, являются некой наградой им от Бога за их странолюбие и гостеприимство по отношению к апостолу Христову и его ученикам. Прибыв на Амелития три месяца, путники отправились далее. Сначала они приплыли в Сиракузу, после в Ригию, потом в Путеолу и только после этого в Рим. Через три дня после того, как Павел оказался в Риме, он созвал к себе знатнейших иудеев и объяснил им, что обвинения, возримутые на него палестинскими иудеями, ложные. Римские иудеи удивились и сказали, что не обладают абсолютно никакой информации по поводу дела Павла и по этой причине сами захотели услышать, о чем он учит. И в особо назначенный день апостол Павел, находясь в гостинице, выступил перед римскими иудеями с проповедью Евангелия. Как гласит книга деяний, апостол с утра до вечера излыкал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. При этом, как повествует святой апостол и евангист Лука, некоторые иудеи принимали его учения, другие же, напротив, противились ему. Видя, что слово о Христе не достигает ушей и сердец иудеев, Павел воскликнул в их адрес. Хорошо Дух Святый сказал Отцам Нашим через пророка Исаию, «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». По замечанию святого апостола Павла, о чём он неоднократно говорил во время своих проповедей, иудеи должны были первым принять Евангелие, но они этого, к сожалению, не сделали. И не просто не сделали, но ещё и других пытались всеми силами от него отвернуть. По этой причине Бог обращает свой голос к язычникам, и последнее, как мы знаем из истории Церкви, более охотно приняли призыв Божий ко спасению. Помня об этом, мы должны стараться всегда быть внимательными к тому, что говорит нам Бог. Воля Божия всегда блага. Она всегда имеет своей конечной целью спасение человека. Следовательно, Бог желает нам даже большего и лучшего, чем этого можем делать мы сами. От нас же требуется немногое. Просто отдаться в руки Божьи и не противиться Ему, потому что только в таком случае мы сможем сподобиться обрести вечное блаженство Царствия Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Которому слава вместе с Отцом и Духом Святым во веки веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова